Девушки отдыхают Если ты настоящий чемпион, ты не выбираешь, как тренироваться. Ты выполняешь те упражнения, которые дает тебе тренер. Я должен любить все, что может привести меня к победе на ринге. Подготовка шла как обычно. Начали с ОФП, с тяжелой работы, с монотонной. Бывает, приходится тренироваться одному, и это не так редко. Мы к каждому бою относимся как к бою за титул. Я первый раз встречаю вот такую манеру боя в профессиональном боксе. У нас партнеры просили людей, чтобы они приближены к манере мануче боксировать. Каждая игра — это новая игра. Каждый бой — это новый бой. Под каждого противника мы готовимся индивидуально. Мы к каждому бою относимся как к бою за титул. Для этой схватки мы уже три месяца готовимся здесь. У нас важное дело — мы здесь для того, чтобы забрать пояс чемпиона в Африку. Это для меня огромная ответственность. Фоксируя в Екатеринбурге, в России, я не могу подвести ни болельщиков, ни родных, ни свою команду. Наверное, себя в последнюю очередь. Потому что я все делаю для людей, которые в меня верят. Бой за титул чемпиона мира WBC Silver. Дмитрий Михайленко против Чарльза Манючи. 6 мая 2016 года. Екатеринбург. Уважаемые дамы и господа. Следующий 12-раундовый бой пройдет в весовой категории до 66 килограммов. Данный бой пройдет за вакантный титул чемпиона мира WBC Silver. Организаторы Титов Боксинг Промоушен и спортивно-патриотический клуб «Витязь» Свердловская область. Генеральный партнер турнира «Русская медная компания» при поддержке губернатора Свердловской области Куйбышева Евгения Владимировича. Партнеры турнира «Уральский банк реконструкции и развития», «Крик-центр», типография «Ситипринт», «ТСП», технологии спортивных продуктов, рекламная группа «Бумеранг», а также медиапартнер турнира «Телеканал Крик-ТВ». И в синий угол ринга мы приглашаем Чарльз Манючий, город Масвинго, Зимбабве. Ну что ж, главное событие, боксерское событие вечера начинается. Дмитрий Михаленко против Чарльза Манючий. Чарльз Манючий – человек из Африки, уложенец и резидент города Масвинго, Зимбабве, но при этом у него зомбийское гражданство. Большинство своих боев Чарльз Манючий провел в Замбии, разумеется, также дрался в Намибии и в Южной Африке. А свой предыдущий поединок он провел в Италии на выезде и удалось ему тогда выиграть техническим нокаутом в шестом раунде у местного бойца Джанлуки Фрецци и завоевать титул, точнее отстоять титул WBC International в полусреднем весе. Вот он, Чарльз Манючий, мы видим два флага здесь, флаг Зимбабве, собственно, и флаг Замбии. Правша, 175 сантиметров рост, ему 26 лет. Дебютировал на профессиональном ринге 14 февраля 2009 года, на его счету 17 побед, 11 нокаутом, всего два поражения. И одна ничья, вот такой послужный список. Боксер очень интересный, боксер нестандартный. И такой, ну не классический боксер, и Дима Михаленко на моей памяти с такими ребятами еще не боксировал, тем интереснее бой. Для Чарльза Манючий это второй выезд в Европу. Как я уже отмечал, дрался он в предыдущем поединке в Италии. Большинство боев, повторюсь, провел в Замбии, дрался в Намибии, в Буркино-Фасо и в ЮАР. Кстати говоря, у Чарльза Манючий есть неплохой, так сказать, баланс отношений встреч с небитыми бойцами. Он выиграл техническим нокаутом в восьмом раунде у Ганса Патрика Лати, чей рекорд был 30-0. А также побеждал своего садечника Озгуда Кайюни в 2013 году в Замбии, в Лусаке. Рекорд Озгуда Кайюни был на тот момент 14-0. 0-1 ничья, 10-ти раунд в этом бою выиграл по очкам тогда Чарльз Манючий. Уважаемые дамы и господа, в красный угол ринга мы приглашаем Дмитрия Михайленко. Город Екатеринбург, Геринджик, Россия! Ну и, собственно, выход Дмитрия Михайленко. Бойца, который дебютировал на профессиональном ринге в Екатеринбурге, кстати, так же, как и Чарльз Манючий в 2009 году, но попозже. В июле 2009 года это случилось. Группа «Два раза Шакур», либо это сборный коллектив. Да, по-моему, это «Два раза Шакур» все-таки. Предваряет выход Дмитрия Михайленко. Хорошая группа, я там играл на барабанах когда-то, но это так, к слову. Дмитрий Михайленко. Город Екатеринбург. Дмитрий Михайленко на ваших экранах. 30 лет прозвищу «Механик». 175 сантиметров рост. На его счету 21 победа, 0 поражения, 0 ничьих, 9 побед нокаутом. Небитый боец, контендер практически. У Дмитрия Михайленко уже есть региональные титулы по различным версиям. Чемпион Европы по версии WBO 2012 года. Чемпион WBA NAB и чемпион IFBA USB. Неоднократно уже дрался в Америке. На ваших экранах команда Дмитрия. Игорь Лепихин. Эггис Климасова менеджер. Его главный тренер, основной Андрей Лепихин. Будь свободна душа, но меня не решай. Легких крыльев жми кажет за меня. Мутная юридианин. Ты со мной, и солнце, и сной. Ты сорвает небо, как тяги. Легкий свист, ты что знаешь. Итак, Дмитрий Михайленко на ваших экранах. WBC Silver, пояс в полусреднем весе. Только что вы видели. Напомню, что победитель этого поединка, я, соответственно, новый обладатель пояса WBC Silver. По инсайдерской информации получает приоритет и может стать как раз-таки обязательным претендентом на титул WBC. Кэти Дуа, промоутер, суп-промоутер Дмитрий Михайленко, президент промоутерской компании Main Events. Только что промелькнуло на ваших экранах. Уважаемые дамы и господа, прошу всех встать. Звучат национальные гимны. Звучат национальные гимны. АПЛОДИСМЕНТЫ России С訂閱 ИДА Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 И он относительно молод. Вот сейчас мы видим, как он достает Диму ударами справа. Очень такой ответственный бой для Дмитрия. Он дебютировал в Екатеринбурге и сейчас в главном боксерском бою вечера дерется с очень непростым соперником. Вот размашист порой манючий, и на этом его можно ловить. Диме главное перетерпеть вот этот начиск первого раунда. Главное подобрать ключики к сопернику, к очень непростому. Что касается манючи, он работает, как работает всегда. Но без разницы, кто перед ним, в каком уровне соперник и в какой манере работает соперник. Он работает в собственном стиле, как вы сейчас видели, прекрасно. Вот, пожалуйста, смотрите, что делает манючий. Показывает давай, и тут же отвечает многоударной комбинацией. И у манюча есть удар. На 17 побед 11 нокаутом. И свой предыдущий бой он выиграл также досрочно. На рефлексах отработал час манючий, на мой взгляд, равный раунд. Я не могу его отдать ни в ту, ни в другую сторону, хотя начало было, наверное, для тех, кто этого бойца не видел обескураживающим. Давайте послушаем Игоря Лепихина. Простите, Андрея Лепихина, но Игоря тоже. Наиболее яркие моменты первой трехминутки вашему вниманию. Вот здесь, да, пропустил серьезный лево-боковой Дмитрий. Но я думаю, что вы уже прекрасно поняли, что очень-очень непростой соперник у Дмитрия. Что касается боксеров хорошего высокого класса, Дмитрий дрался в свое время с бывшим претендентом названия чемпиона мира. В первом и среднем весе американцем Сюкью Пауэллом. Он дрался с Рональдом Крусом. Дрался с Калимом Мэйфилдом. И сейчас весь его опыт, а также грамотные подсказки в углу должны пригодиться. Работать ближе была рекомендация от Андрея Лепихина. Здесь, здесь не было нокдауна, потеря равновесия. Ничего такого. Очень длинные руки превосходят Маньюча. Дмитрий. В размахе рук. У нас второй раунд из 12 запланированных. Дмитрия Михаленко против Чауза Маньюча. Россия против Замбии. Жестко работает Маньюча. Очень непросто приходится Дмитрию. Вы увидите, как защищается корпусом и уклоном мяча из Маньюча. Очень нестандартный боец. Серьезно мне напоминает Чентон. Ох, пропускает сейчас Маньюча. Заигрался, да. Опущенные руки, они все-таки иногда аукаются африканцу. Чем-то мне напоминает Насима... Нет, даже не Роя Джонса. Наверное, такой африканский Насим Хамед. Но у каждого Насима Хамеда есть свой Марко Антонио Баррера. Держать руки на месте Диме и бить вовремя. И по корпусу не забывать. Вот это, возможно, может сыграть решающую роль в этом поединке. Не поддаваться на провокации. Африканец, конечно, молодец. Тут вопросов нет. Показывает шоу, показывает бокс. Вы слышите по сказке. О, хороший апперкот сейчас Дима нанес. На ближней дистанции. Нужно нивелировать вот это преимущество в размахе рук Дмитрию. Но очень неожиданно под разными углами, по разной такой непредсказуемой траектории летят удары у Чарльза Манючи. Но вот когда Дима стал держать руки повыше и вовремя возвращать перчатку на место, стал он получше выглядеть. И вот второй раунд может быть близко. Близко очень, но можно отдать Диме, на мой субъективный взгляд. Я свое мнение не навязываю, просто высказываю, пользуюсь следующим положением. Вы, дорогие друзья, можете считать по-своему, можете со мной быть абсолютно не согласны. Ваше право. Вы понимаете? Чарльз, это все. Это мейкл-брейк. Я знаю, что вы его снимаете. Какие-то панки? Есть ли какие-то эффекты? Дима Михаленко всегда славился. Высоким поддержанием высокого темпа боя. Все раунды славился тем, что всегда и славится. Выбрасывает очень большое количество ударов. И вот этим он перерабатывал соперников. Здесь нужно, мне кажется, делать то же самое. И действительно не заряжаться на удар, а работать трехударными сериями. И все правильно подсказывает ему тренер. И поближе, да, и при случае клинчевать. Почему нет? Как говорится, для достижения цели все средства хороши. Вот хорошо попадает Дима сейчас. Но перехватывает его Чарльз Маньючи. И ниже пояса, я думаю, не специально попадает африканец. У нас рубка. У нас пошла рубка, пошел размен. Вот ты трюкач Чарльз Маньюч. Ну и сейчас попался, попался африканец. Поближе, поближе подойти Дмитрию Михаленко советуют в углу. Плотно прижаться и работать здесь, в инсайде. Но мы видим, что огрызается Маньючи, не сдается. И по-прежнему опасен он. И так отклонами головы уходит от ударов. Вот смотрите, сейчас была такая перекрестная защита. Волтскульном стиле Аля Джош Форман. И тут же выбросил длинный жесткий апперкот Чарльз Маньючи. Очень непросто сейчас приходится Дмитрию Михаленко. Очень непросто. Третий раунд из 12. Проходили 12-ти раундовую дистанцию, естественно, и Дима Михаленко, и Чарли Маньючи. Поэтому для них эта дистанция не в диковинку. И вопрос концентрации, вопрос физики, я думаю, выйдет после экватора. Наверное, если не на передний, то на один из передних планов. Вот, хорошо попадает сейчас Михаленко. Но мы видим, что отвечает, отвечает сейчас Маньючи. Какая рубка, друзья. Вот это бой. Вот это бой. Наверное, ну один из раундов. Ну не года, если один из раундов месяца, на мой взгляд. Но точно раунд уикенда. Мы, правда, еще не смотрели с вами Альварес Хан. Прямая трансляция на телеканале Бокс Телера на утром 8 мая. 4 утра по Москве. Но что касается 6 мая, то, наверное, один из раундов вот этой пятницы точно. Но вы слышали это по восторженному вою публики, дорогие друзья. Пропуская Дима, но, мне кажется, в конце танец он чуть-чуть побольше. Прекрасный бой. Ничего здесь не ясно. Абсолютно. Бой абсолютно равный. Вот так вот. Соедини и держи. Все, и держи. Не иди в размен, не сталкиваешь. Дышишь, нет? Все понимаешь, нет? Вот эти удары бей. Вот эти удары бей. Все, окей. Ну вот, наиболее яркие фрагменты закончившейся трехминутки. Вы слышали наставление в углу Дмитрия Михаленко. Советует ему Андрей Лепихин все-таки не идти в размен. И бить трехударные комбинации. У нас четвертый раунд из 12 запланированных. Напомню, бой за вакантный титул WBC. Силвер. Чарльз Манючи, Замбия. Красные трусы, темная кожа. И его соперник Дмитрий Михаленко. Полусредний вес весовой категории до 66 килограммов. 700 граммов. Вот хорошо сейчас попадает Дмитрий. Троечки насыпай. Советуют ему. Но в размен все-таки Дима ввязывается здесь. Ввязывается. Затягивает его Чарльз Манючи. В обмен ударами. Застаивается Дима перед соперником. И мы слышим крики из угла Чарльза Манючи. Чарльз подними руки. Но может, может Манючи поплатиться за вот эти опущенные руки рано или поздно. Мы видим, не работают на черноках. Не закручивают друг друга бойцы. Стоят друг перед другом и обмениваются ударами. Но это очень зрелищно. Это очень зрелищно, конечно же. Хорошо сейчас попадает Дима. Ответ принимает на перчатки. И прижать соперника чуть-чуть. Попадает Дима здесь еще раз. Попадает, принимает на перчатки. Нужно быть аккуратней. Аккуратней ему. Такой переломный может быть момент, кстати. Битва характеров. Хорошо попадает Дима здесь в комбинации левой-правой. И может быть наслаивать атаки ему и прижать локти действительно. Здесь попадает Дима слева. Аперкотами работает Маньючи. Заставь его промахнуться Чарли из угла Маньючи. Такие подсказки. Но тут получает Чарльз, конечно. Мы видим, он держит руку Михаиленко. Концовку. Нужно Михаиленко дорабатывать концовку. С другой стороны, у Чарльза Маньючи не было таких соперников, как Дмитрий Михаиленко. Так что бойцы находятся в равных условиях. И концовка за Дмитрием. Подгон. Выбрасывает он точную двойку. Интереснейший поединок. И повторюсь, на мой взгляд, ничего здесь до сих пор еще не ясно. Чарльз, человек. Благо. Вы так делаете. Вы делаете any ошибки, вы взглядесь с ним. Не ошибся. Вы не только один раз, у меня здесь, вы взлетесь. Чарльз. Чарльз. Вы подожди. Представляете. Благоу. Благоу. А common есть две минуты. Благоу. Есть. Вы взлетесь. Вы взлетесь. Чарльз. наиболее яркие моменты четвертого раунда вы видите размены здесь мы видим что дима пристрелялся можно сказать что пристрелялся но и маньючи отвечает он до сих пор опасен итак у нас пятый раунд чарльз маньючи пошел вперед наверстывать пропущенные хорошо сейчас попадает дима справа здесь столкнул и попал дмитрий михаленко отвечает но по защите отвечает чарльз маньючи не воздействие не достает чарльз маньючи очень важно послушать 30-37 38-38 у нас рубка 38-38 кому было 40-37 михаиленко пока что большинством судейских голосов у нас ничья дорогие друзья после четырех раундов и я считаю что вполне оправданно это решение судей очень непросто приходится диме михаиленко да и чарльз маньючи приходится непросто но тем интересен бой дима михаиленко всегда осваивался тем повторюсь еще что умел перерабатывать перебрасывать соперников ударами и здесь ему нужно проявить себя во всей красе что касается чарльза маньючи он известен именно такой нестандартной манеры боксирования которая многих соперников обескураживала но в данном случае есть у меня мнение что дима начинает постепенно постепенно приспосабливаться к этому возможно опять таки я смотрю на этот на этот бой со своей колокольни но я вижу то что я вижу и жестко работает чарльз маньючи пытается он выбросить за канаты михаиленко ничего из этого не выходит тяжелый удар у африканца вот сейчас попадает справа маньючи еще раз справа и еще раз справа попадает маньючи очень опасно агрызается левым михаиленко нужно парк выше ручки ох вот это удары в очень тяжелом положении дима михаиленко сейчас очень много он пропустил справа но мы видим какой он воин он отвечает нужно клинчевать дима мне кажется все таки нужно клинчевать здесь вот смотрите что делает дима михаиленко он не клинчует он бьет в ответ вот это бой вот это война у нас практически все поединки сегодняшние это настоящая война на ринге война в ринге вот здесь перевернуть соперника здесь да нужно терпеть маньючи очень непрост вы прекрасно видите это сами есть огрехи в защите у михаиленко и вот он за них даже поплатился несколько раз очень интересно что скажет Андрей Лепихин в его углу давайте послушаем угловых бойцов дорогие друзья у нас не слышишь вообще в сторону скручивают а почему не делаешь такие удары вот такие удары да 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 и дорогие друзья у нас 6 раунд из 12 запланированных в адаке чарльз маньючи концовка предыдущего предыдущей трех минутки была за ним и сейчас он воодушевлен он на кураже Он на кураже. Он считает, что Дима сдался и пошел добивать. Клинчевать, и, конечно же, это абсолютно расправедливая подсказка из угла Дмитрия Михайленко. Бой за вакантный титул WBC Silver. Чарльз Маньючи, Замбия, Дмитрий Михайленко, Россия. Война в ринге. И качели, и качели в этом поединке. Ничего не ясно. Инициатива переходит от одного боксера к другому. Вот здесь хорошо работает Дмитрий Михайленко. Главное не вымахаться. Главное распределить силы на все 12 раундов. Поставил канатом сейчас Михайленко Маньючи. Но нужно быть аккуратнее. Чарльз опасен. Он в любой момент может жестко-хлестко огрызнуться. Наседая Дмитрий Михайленко старается прессинговать, но мы видим, что вполне комфортно себя чувствует в роли контрпанчера Чарльз Маньючи. Жесткие удары сейчас наносит Михайленко. Но Маньючи парень очень крепкий. Два своих поражения он потерпел по очкам. Но здесь война характера. Здесь война характера. Война тактики. Наверное, война ресурсов. Все вместе здесь. Отоди назад это из-за угла сейчас заманючу выкрики. Отоди назад и, видимо, лови на удар. Я подозреваю так. Ну вот сейчас начал закручивать Дима соперника. Да, нужно подвигаться на ногах в конце концов, а не просто стоять перед ним. Если такая тактика не приносит успеха. Шесть раундов позади, дорогие друзья. Очень напряженный, интригующий бой. Абсолютно равный. Абсолютно равный, на мой взгляд. Давайте послушаем, что говорят в углу бойцов. Используй свои ноги. Чарли, это твой бой. Ты постоянно даешь ему шанс и уверенность. Давай, дыши. Это твой бой, Чарли. Седьмой раунд. Мы видим результат ударов Чарльза Манюча на лице Дмитрия Михайленко. Хорошо сейчас начинает Дима. Начало седьмого раунда за Дмитрия Михайленко. Но нельзя застаиваться перед соперником. Манючу такое, он все вернет, то, что пропустил. Не стоит с ним размениваться. Выйти из угла Дмитрию Михайленко нужно обязательно. Вот такими уклонами, отклонами подбородка назад в стиле Мохами Дайли иногда работает Чарльз Манюча. Защищается много корпусом. И в последний момент убирает чуть-чуть голову и смазывает акцентированный удар. Ну, у нас настоящая война продолжается в ринге. Рубка, размен. Дима принимает эти условия игры. Условия игры, которые навязывает Чарли. Жестко сейчас поработал Чарльз Манюча. В тяжелом положении Михайленко. Он нагрызается, ему нужно отходить от канатов. Вот правильное решение со стороны Дмитрия. Отскочить. Бой очень энергозатратный. Седьмой раунд, дорогие друзья. И вы видите, какие бомбы летают в ринге. И практически перестал Дмитрий Михайленко работать по корпусу. Но длинные руки Чарльза Манюча неплохо прикрывает корпус. Мы видим. Вот сейчас Дима уклонился от ответной атаки. Неплохая двойка. Манюча бьет пока в большинстве случаев по защите. Вот в этом эпизоде. Но сейчас так подвернул голову Михайленко апперкота. И перехватил инициативу и пошел вперед в концовке седьмого раунда. Манючий размашист, но его удары достигают цели. Манючий! 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 У нас по-прежнему обмен ударами. Семь раундов позади. Очень-очень конкурентный поединок. Давайте послушаем углы. Че, все? А? Нет? Дыши. 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 Восьминок? Не знаю, может попытаться Диме все-таки боксировать, потому что в обмене ударами тоннаж и мощь все же на стороне Чарльза Манючий. Вы прекрасно видите. Пошел в очередную атаку Чарльз Манючий в начале восьмого раунда. Удар ниже пояса, но, я думаю, не специально. До пяти минут дается до восстановления, на восстановление бойцам. Хороший эпизод для Михайленко, но остается он перед соперником. Он нарвался на такого же слагеда, как и сам. С крепкой головой, с тяжелыми ударами, раз за разом пропускает вот этот правый Дмитрий Михайленко. В этой рубке Манючий проявляет себя очень хорошо. Так, что это за фокусы? Еще раз ниже пояса показывает Чарльз Манючий. Иди в этот угол, Чарли. Итак, продолжается восьмой раунд, продолжается война. Вот здесь дает Манючий Дима промахнуться. Изда, нужно работать. Чудеса храбрости и стойкости, и пижонства, наверное, выказывает сейчас Чарльз Манючий. Неплохая, неплохой эпизод в исполнении Манючия. Вот здесь может быть шанс. Нужно работать, нужно работать. Хотя, может быть, это уловка со стороны Манючия. Он просто показал, что якобы он потрясен. Африканец очень хитрый парень. Чтобы усыпить немножечко Михаиленко и затем перехватить инициативу. Очень неудобный Манючий. Да, пропускает, но немножечко смазывает вот эти удары. А Дима, к сожалению, для себя не является записным панчером. Его козырь – это скорость, это неутомимость, это хорошая физическая готовность, это высокий темп, это большое количество выбрасываемых ударов. Но вот мы видим, что в этом поединке это не всегда, мягко говоря, работает. И мне будет очень интересно узнать счет судейских записок после восьми раундов. Давайте послушаем углы. Дайте полотенце. Чарли, это твой бой. Чарли, это твой бой. Слышишь меня? Давай, Чарли. Итак, у нас девятый раунд из 12 запланированных. Чарльз Манючий, Замбия против Дмитрия Михаленко, Россия. Бой за вакантный титул WBC Silver в полусреднем весе. Место действия Дивз. Город Екатеринбург, дворец игровых видов спорта. Прямая трансляция на канале Крик-ТВ. Внимательно. Судья, 77-76, пользу Михаленко. Судья Б, 74-78, пользу Манючий. Судья Ц, 75-77, пользу Манючий. Дмитрию нужна наша поддержка. Дмитрий сейчас проигрывает на судейских карточках. Тут судейское разногласие с плитом. Пока после восьмого раунда войдет Чарльз Манючий. Но вот сейчас попадает Дима. Но хотя, может быть, это очередная уловка от Манючий. Он ждет, когда Дима вымыхается. Да, и попытается реваншироваться. Не дюжину, а африканскую выносливость сейчас проявляет Чарльз Манючий. И работоспособность. Смотрите, как он работает. И прочность. Сколько силовых уже всадил Михаиленко в соперник. И все ему нипочем. Такие жестокие удары сейчас пропускает Дима Михаиленко. Такое ощущение, что Манючий вообще не устал. Откуда только силы берутся. Агрессивно идет вперед Чарльз Манючий. Работает по корпусу, по этажам. Очень непросто сейчас Дмитрию Михаиленко. И в этом эпизоде сильнее смотрится предпочтительный Чарльз Манючий. Включил ноги Михаиленко сейчас. Вот хорошо поймал, кстати, соперника в концовке. Но не нужно поддаваться на эти уловки. Пробил. Уйди. Не стой перед соперником. Он все вернет. Вернет в торице. У вас сейчас попал и уйди с линии удара. Девять раундов позади, дорогие друзья, этого напряженнейшего. Очень интригующего боя. Вот сейчас правильно. Морозь ему это. Вот, на расунула нога. Набрал и подвигайся. Пусть ищет, ахути, потом перед ним встаешь и принимаешь. Ведь не клинчуешь и ловишь потом на разгоне удары. Не вставай. Вообще не вставай. Макс. Итак, десятый раунд. Посмотрим, как Дима воплотит в жизнь доставление в углу. Вот, хорошо. И ушел. Пробил и ушел. Вот, давно бы так, Дима. Давно бы так. Не оставайся перед соперником. Двигайся, двигайся, Дмитрий. Ломит, ломит Маньючу вперед. Не нужно драться с Маньючей. Он, Драчун, знатный, прочный, жесткий. Боксировать. С Маньючей нужно боксировать. Не нужны эти обмены ударами. Вот, хорошо сейчас отвечает Дима. Но вот опять он ввязывается в рубку. Но, если уж ввязался, на всякий случай, к Линчу попал в серию и прилипай к нему. Маньючий, мы видим, не выглядит потрясенным абсолютно. Откуда только сил у этого парня. Какие африканские боги ему помогают. Вот здесь хорошо. Хорошая атака Михаиленко. Но аккуратнее, аккуратнее Дмитрию нужно. Очень энергозатратный поединок. На ногах работает Михаиленко. Преследует его чарс Маньючей. И вот здесь на контратаке Дима попадает. Маньючий уже просто выбрасывает руки, бьет по площадям. Но у него тяжелые удары. Дима, я думаю, на себе прочувствовал сполна. Концовка. Концовка раунда важна для обоих бойцов. Как это не банально звучит. Хорошо ловит сейчас африканца Дмитрия Михаиленко навстречу. Но это может быть уловкой со стороны Маньюча. Вот такое показушное поведение, что как будто я пропустил удар, и мне очень плохо. Мы уже видели так неоднократно. Может быть, конечно, и на самом деле, но я не замечаю, что уловка. Очень-очень близкий раунд, но самая концовка, наверное, все же за Дмитрия Михаиленко. Но очень-очень тяжело оценивать эти раунды, скажу вам откровенно. Дай ему промахнуться и накажи его за это. Не ступай с ним в размен. Это наставление Ваглуча за Маньюча. Ваглуча за Маньюча. Ну что ж, финальные чемпионские раунды начинаются, дорогие друзья. Очень тяжело бойцам. Вы видите сами прекрасно сечка у Дмитрия Михаиленко. Гематома. В то же время, как лицо у Чарльза Маньюча практически чистенькое. Очень сложный бой для Дмитрия Михаиленко. Мы видим, вперед пошел Чарльз Маньюча. Он в красных трусах. Его легко различить по темному цвету кожи. Но здесь битва характеров. Битва характеров. Сейчас в тяжелом положении Дима. Мы видим, попеременно переходит инициатива только одному бойцу, то к другому. Одиннадцатый раунд, напомню, звание. Вакантный титул чемпиона WBC Silver разыгрывается в этом поединке. Чарльз Маньюча, Замбия. Дмитрий Михаиленко, Россия. У нас яростные, яростные размены. Война в ринге. Не устану повторять это. И неизвестно, кто будет здесь победителем. Далеко неизвестно. Напомню, после восьми раундов по судейским запискам Чарльз Маньюча выигрывал. На картах двух судей и на одной карточке выигрывал Дмитрий Михаиленко. У нас одиннадцатый раунд. Не нужно, не нужно стоять перед Маньючу, Диме. Нужно именно боксировать, не влезать в эти размены. Все-таки. Маньючу он такой и может заманить. Мы увидели его уловки. Когда он неоднократно делал лид после пропущенных ударов, что он очень плохо и больно. Он вот-вот готов упасть. Но после того, как Дима вымахивался, Маньючу проводил свою контратаку. Очень много лишних ударов Дима пропускает. Возможно, это из-за, так скажем, особенностей его стиля. Ну, не знаю, не знаю. Мне тренером виднее. Тренером здесь виднее, конечно. Но вот двигаться, боксировать и не стоять перед соперником после своей атаки. Но, наверное, так. Я не знаю, насколько хватит у Димы сил. Потому что Маньючу, по-моему, неутомимые. Я не знаю, из чего этот парень сделан вообще. Ну, энергайзер. Энергайзером всегда был Дима Михайленко. Но вот здесь он напоролся на черного энергайзера, на африканского. Ставит канаты Михайленко Маньючу и всаживает тяжелый апперкот сейчас в Диму. У нас опять обмен ударами. И, на мой взгляд, удары африканцев здесь тяжелее. Если посмотреть на Диме на лицо, по-моему, все ясно. 11 раундов позади. Ох, вот это бой, дорогие друзья. Давайте послушаем, что скажет в углу Дмитрия. Молодец. Расслабься сейчас. И узкий удар. Справа, крути. Когда он начинает вставать на ноги, ну свяжи его хоть раз. Дима, надо раунд вырвать. Ребята, хорошо, в сторону как лучше. Сейчас я сделаю, сейчас я сделаю. Ах, 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 ах. Хочешь воды. Отключительный раунд боя. Поддержим Дмитрия, поддержим. Ну что, дорогие друзья, финальный раунд этого бескомпромиссного поединка. Очень-очень сложного. Я думаю, для обоих боксеров. Ну а что касается зрителей, да. У нас опять обмен ударами. Ох, пропускает Дима сейчас навстречу, но не сдается. Битва характеров. Даже, честно говоря, что здесь комментируют, дорогие друзья, вы сами все увидите. Опять ввязывается в размен ударами Дима Михайленко. Не работает на ногах, мы видим, всталом перед соперником. Но вот сейчас немножечко начал двигаться. Мы видим, как переживают за Дмитрия, его менеджер, сом-менеджер Эггис Климас. Сергей Ковалев здесь же, Кэти Дула. Какие удары пропускает навстречу Маньючу и хоть бы Хныну. Очень-очень прочный боец. Очень энергозатратный поединок. Столько ударов выброшено у бойцов. Если бы были данные статистические компьюбоксы, было бы очень интересно посмотреть. Возможно, бы даже рекорд поставили. Заканчивается у нас, пошла вторая половина заключительного раунда. Часть Маньючи, Дмитрий Михайленко. Бой за локапный титул WBC Silver в полном среднем весе. Место действия ГИФС Екатеринбург. Огрызается Дима навстречу, пропускает Маньючи. Какой удар сейчас пропустил африканец. Тем не менее, он на ногах. Боковые от Михайленко. Но это такая настоящая рубка. Мексиканская, я бы сказал, даже. У нас весь вечер такой сегодня. Весь вечер война. Концовка очень важна. Повторюсь в очередной раз для обоих боксеров. Нужно брать концовку. Мини 15 секунд до конца уже. Раунды и боя. Давно я не видел таких бескомпромиссных поединков. 12 раундов позади. И я не знаю, кто выиграл в этом бою. Я с волнением жду судейского вердикта. Давайте подождем и мы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ